Сегодня мы работаем на канале Вока Вока и будем тестить фильмы. На повестке дня 5 фильмов и первый у нас Аладдин. Аладдин ассоциируется у меня с восточной кухней, на данный момент это кебаб, кебаб из курицы, хотя могли собрать и лампу из хачапури. После просмотра фильма хотелось найти такую же лампу с этим джинном, потереть ее как следует и чтобы он исполнил три желания. На тот момент хотелось много денег, славы, красивых девушек и сейчас я бы выбрал что-то другое. Я бы загадал первое желание это мир во всем мире, как бы это не было банально, второе желание есть и не толстеть, третье желание жить и не стареть. Трасса 60 фильм-притч, в котором через элементы комедии передают крайне интересные и серьезные вещи. В одном из моментов фильма показывается персонаж, который пожелал себе бездонный желудок и после естественно пожалел, потому что ему приходилось кушать каждый день много еды, а на еду нужны были деньги, поэтому он участвовал в разных спорах с туристами, которые проезжали через этот город. Этот момент в фильме четко дает нам понять, что нужно остерегаться своих желаний. Со мной случилось то же самое, что случилось с главным героем фильма, я встретил свою любовь. То есть казалось это невозможным, но ты открываешь глаза и понимаешь, вот оно. Следующий фильм у нас «Пена дней» и мы пришли в одноименный ресторан «Пена дней». Посмотрим, есть ли у них фортепиано с коктейлями. Фильм о любви, где влюбленные летают на розовых тучках, на кухне живет мышь. В целом это фантастический фильм, не основанный на реальных событиях. Главный герой в какой-то момент решает, что ему нужно влюбиться, он находит девушку и после оказывается, что у нее смертельная болезнь, внутри нее растет кувшинка. Доктор, у меня кувшинка. В трубах живет угарь, которого они пытаются поймать. В общем, фильм максимально-максимально странный, но посмотреть стоит. Я бы не хотел иметь дома пьяное пианино или пианино, которое производит алкоголь по одной простой причине, что это сведется к беспробудному пьянству и будет как в фильме. Поэтому нет, к сожалению нет. Очень странный фикус, надеюсь выживет. Мало кто не смотрел фильм Леон. Фильм Леон у нас про отношения, отцовские отношения профессионального киллера к маленькой девочке, оставшейся без родителей. Леон просто крутой фильм, который я рекомендую к просмотру всем, независимо от пола, возраста и веры исповедания. Прощайте. Я бы, наверное, хотел впустить корни в Норвегию, поселиться в маленькой рыбацкой деревушке, по утрам, жарить лосося с яйцом и, возможно, с ним плавать на перегонки. История Паттингтона, это очень грустная история про путешествие маленького мишки в мир людей, изобретение того самого джема с апельсиновыми корочками. Рецепт апельсинового джема был привезен в страну медвежей, медведей, медведей, туристами с Англии. Там он, в принципе, научил готовить их джем на апельсиновых корочках, а точнее мармелад на апельсиновых корочках. Самый вкусный, самый ароматный. Сегодня мы тестим бутерброд по рецепту Паттингтона. У нас есть хлеб, у нас есть мармелад с апельсиновыми корочками и... Ну-ка. Гвозди медвежьих хокобай. Две причины, по которым стоит посмотреть данный фильм. Во-первых, это уютная домашняя комедия, а во-вторых, там полностью раскрыт рецепт джема из апельсиновых корочек. Возможно, вам пригодится для домашних кулинарных изысканий. Я бы спросил, какая популяция перуанских медведей? Насколько перуанский медведь отличается от другого медведя? Спариваются ли перуанские медведи с другими медведями, если они не из Перу? И как относятся перуанские медведи к иммигрантам в Перу, но тоже, если они медведи? Все фильмы, о которых я сегодня рассказывал, можно посмотреть на ВОКО ТВ. Ссылка в описании дает 7 дней бесплатного доступа. Субтитры сделал DimaTorzok